Доброе утро, дорогие телезрители! В руках у меня совершенно другие пачки. Посмотрите, это тоже как-то не очень распространенное растение в наших садах. Это брукмансия розовая и белая. Растение отличается высоким ростом, но его достоинство заключается в том, что вот эти цветы, вот эти висячие колокольчики, я даже не знаю, как их назвать, может быть, даже петунии висячие, а не длиной 20-30 сантиметров. Это очень красиво. Причем на одном растении их такое великое количество, что практически вкус превращается во что-то невероятное. Это растение вообще-то многолетнее. И его, конечно, лучше посеять сначала вот в такие торфяные таблетки, вырастить его, высадить в сад. Но посев его надо производить в наших условиях в феврале. Все сразу спрашивают, почему так рано? Да потому что у нас короткое лето. Вы даже не увидите вот того блеска, цветения, которое это растение может вам организовать на вашем участке. Поэтому посев в феврале, никакой не март, оно не успеет ничего. Значит, посеяв в феврале и высадив уже, ну, можно под легкое укрытие, под укрывной, это примерно начало июня, надо, чтобы и растение было соответственного роста. Если оно в природе около метра, значит, сантиметров 70-80 вы должны нарастить практически на балконе, дома, в лоджии, где угодно, в теплице. И тогда вы увидите этот каскад цветов. Вы даже не представляете, насколько оно красивое. Но это растение многолетнее, заметьте, это мы опять выращиваем все как однолетники. Но вы его совершенно спокойно, не высаживая из горшка, можете забрать домой, в подвал. Вот когда наступит температура где-то около 2 градусов минус плюс, это растение, у него погибнет листовая часть верхняя, то есть, ну, замерзнет, скажем так. Вот это как раз тот момент, когда его пора убирать. Вы его переносите в подвал, то есть температура хранения плюс 3, плюс 7 градусов, и убираете листья. Если вдруг по какой-то причине ствол этого растения не погиб, тогда только листья убираете. Все, абсолютно. И на следующий год, рано весной, ну, примерно где-то в феврале-марте, вытащив его из подвала и поставив на солнечное окошко, вы опять получите вот эту невероятную красоту. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова